Главные экспонаты сегодняшней экспозиции это сохранившиеся до наших дней воспоминания, письма и дневники тех людей, которые по каким-либо политическим причинам оказались депортированы в наш регион в 1930-е и 40-е годы. По данным историков, в тяжелые довоенные и послевоенные годы число вынужденных переселенцев на территорию тогда еще поселка Самаркандского превысило 5,5 миллионов человек. Представителей разных национальностей семьями депортировали в Казахстанскую степь. Многим из них выжить удалось благодаря помощи местного населения. Если говорить о Дне Благодарности и то, о чем нам говорил президент, о благодарности казахскому народу, всем тем, кто нашел здесь вторую родину, кто в очень сложное время сюда приехал, как спецпереселенец, просто как переселенец. Потому что за период 20-го века сюда, на территорию Казахстана, приезжали по разным причинам переселенцы. Мечта предков воплотилась сегодня в Республике Казахстан, которая стала домом семей для сотен тысяч людей разных национальностей. Еще одна встреча, посвященная новому празднику, состоялась в Департаменте внутренних дел Карагандинской области. Здесь, за круглым столом, собрались представители Ассамблеи народа Казахстана. Председатель этнокультурного объединения в войнах Увайс Джанаев рассказал собравшимся трогательную историю переселения чеченского народа в Казахстан. Он отметил, что сегодня в стране идет большая работа по развитию так называемой модели национального единства и согласия. Представители культурных центров в ходе встречи вспоминали рассказы своих родных, которым пришлось пережить времена переселения. А в областной полиции отметили, что в органах внутренних дел нашего региона работают представители более 30 национальностей. Продолжение следует...